Домашний очаг. Бобруйская теплоэнергетика готова к холодам. Из этой котельной в летний период подается горячая вода, в осенне-зимней уже и отопление. Когда станет жарче. Тест на доверие. В бобруйский мужчина украл у приятеля крупную сумму денег. Молодой человек встретил супруга заявительности, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во сколько обошлась дружеская встреча. Благоприятная среда. В сентябре ожидается вторая волна активности клещей. Везде, где будет контакт с природой, обязательно, соответственно, нужно одеться. Как не стать жертвой паукообразных. А также большое совещание, полные закрома и мобильный туризм. В Беларуси запустят приложение для путешествий по столице. Кому оно пригодится? Президент провел совещание с правительством. На повестке сразу четыре вопроса. Они касаются различных сфер экономики. Помимо предпринимательства, это агроэкотуризм. Не все участники рынка играют, что называется, по правилам. Под видом агроусадеб, чтобы платить другие налоги, работают ресторанные и гостиничные комплексы. Особенно вблизи больших городов. Еще одна злободневная тема – финансовое консультирование населения. Помогать белорусам, к примеру, перед обращением в банк, стоило бы бесплатно, подчеркнул Александр Лукашенко. Кто туда пойдет? Христиане пойдут, пенсионеры пойдут. Их будут консультировать. Если мы создадим конторы, так? Так. Не бесплатно будут консультировать? За деньги. Так? Некоторые две с половиной тысячи. И не факт, что ты получишь. Так где же справедливость в нашем обществе? Мы же государство для народа строим. Мы же в советские времена и до сих пор по некоторым вопросам делали это бесплатно. Банки в этом заинтересованы, чтобы выдать кредиты. Так же? Нет. Надо банкирам дать еще один путь обдираловки народа. У нас банкиры бедные. Они должны консультировать народ за две с половиной тысячи. Вот что меня насторожило. Поэтому я этот документ отложил и вынес его на обсуждение. Я еще раз за то, чтобы консультировали. Но зачем с людей брать деньги за это? Четкости глава государства требует от правительства и в вопросе обращения с радиоактивными отходами. При этом никаких надстроек в виде министерства нагрузки на бюджет. Отработанное топливо – продукт, хоть и опасный, но в то же время ценный. Поэтому система должна быть надежной, чтобы белорусы были уверены, никакая радиация им не грозит. Без зазрения совести. Бобручанин украл у приятеля более 7600 рублей. В милицию обратилась 50-летняя местная жительница. Из ее квартиры пропали все сбережения. Как оказалось, преступление совершил 34-летний мужчина, неработающий и неоднократно судимый за кражи. Выяснилось, что молодой человек встретил супруга заявительности, который находился в состоянии алкогольного опьянения и проводил его домой. Гость, воспользовавшись ситуацией, что хозяин квартиры потерял бдительность, открыто совершил кражу денег. Преступник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Взаимные обязательства, первые деньги и полные закрома. Жатва вышла на финишную прямую, благодаря чему увеличились посевы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Жатва вышла на финишную прямую. Сейчас главное внимание поздним культурам. На очереди Гречиха. В западных регионах посевы за несколько лет существенно увеличили. Сорта белорусской селекции дают рекордные показатели. Есть рост и пальну. Современная техника помогает превзойти прошлогодние достижения. Продолжается уборка свеклы, кукурузы и картофеля. Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании нарушений ПДД. К примеру, штраф, не оплаченный нашими гражданами в стране-соседке, придется оплатить даже по возвращению домой. А постановления будут иметь юридическую силу на территории обоих государств. Информация будет храниться на общем сервере. В Беларуси установили новые минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию. Суммы зависят от региона. Говядину, а также молодняк крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле 4 долларов 2 центов за килограмм. А взрослых животных – от 4. В списке также сливки, масло и сыры. В республике расширили перечень работ для школьников от 14 до 16. В списке взвешивание, упаковка, укладка на полки товаров и установка ценников. Сервировка и сбор грязной посуды, уборка вольеров и подсобок, ремонт книг, ручная мойка авто. Подростки могут также трудиться в СМИ при подготовке фоторепортажей, вести радио и телепередачи. В Беларуси запустят туристическое приложение по Минску. Заработать оно должно уже к 2023. Программа поможет построить маршрут, в том числе велосипедный, заказать экскурсию, выбрать место для отдыха и обеда. Со временем добавят аудиогид. Сейчас разработчики вносят последние штрихи. Планируется и интеграция с популярной поисково-информационной картографической службой. Невидимая опасность. В сентябре ожидается вторая волна активности клещей. Осенью паразиты не менее опасны, чем весной и летом. Они попадают на домашних животных и людей. К тому же начинается грибной сезон. Так как паукообразные в основном живут на высоте не более полутора метров от земли, то риск встретиться с ними во время похода в лес чрезвычайно высок. Отправляясь на тихую охоту, пользуйтесь акарицидами для опрыскивания одежды и репеллентами для нанесения на кожу. Ездите на дачу, собираетесь на шашлыки. Везде, где будет контакт с природой, обязательно, соответственно, нужно одеться. Минимизировать открытые участки кожи. Обязательно, чтобы были брюки заправлены в носки, должна быть закрытая обувь. На голове косынка, бейсболка. После внимательно нужно осмотреть тело. Если все-таки подцепили клеща, проконсультируйтесь с врачом. Запущенный случай может привести к тяжелым последствиям. В 2022-м в городе и районе за медпомощью обратились 278 человек. Из них 154 ребенка. Клещевой энцефалит не зафиксирован, в отличие от 15 случаев болезни Лайма. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Холода не страшны. Бобруйская теплоэнергетика готова к зиме. Все 17 котельных уже получили паспорта готовности. Главный критерий включенных батареи – температура воздуха за окном. Столбик термометра должен держаться ниже 8 градусов минимум 5 суток. О погоде в доме Ольга Васенда. Бобруйская теплоэнергетика готова к холодам. К осенне-зимнему периоду на территории производственной базы заготовили 5300 кубометров дров и еще больше щепы. Для постоянного проветривания березу, граб и ольху укладывают штабелями. Важно, чтобы сырье было сухим. Тогда оно горит дольше. В городе у нас 17 котельных, которые получили паспорта и готовы к отопительному сезону. Также в этом году мы делаем перекладку ПИ-трубы из расчета 4% действующих сетей. Сетей 256 километров, значит, под замену попадает 9,6 километров. Пока горожане наслаждались летними деньками, специалисты готовились к морозной зиме. Провели гидравлические испытания трубопроводов, проверили оборудование и сделали ремонт. Среди них и котельная на территории бывшего селикатного завода. Отапливает частный сектор, плюс 17-ю школу и 45-й детский сад. Здесь установлено два паровых котла высокого давления. Работают они на газу. Резервное топливо – мазут. Из этой котельной в летний период подается горячая вода. В осенне-зимней уже и отопление. Мощности везде разные. Например, котельная на Кирово позволяет подавать тепло в четыре многоэтажки и воинскую часть. В основном здесь используют щепу. А это удобно, недорого и, что немаловажно, экологично. Идется круглосуточная работа. То есть машинисты-кочегары меняются день-ночь, отцепной-выходной, такого вот порядка. Плюс сюда приезжает на контроль еще, плюс и наша аварийная служба круглосуточная. Если какие-то где-то заявки совместно отрабатываются, и все устраняется. Главный критерий включенных батареек – температура воздуха за окном. Первым делом тепло поступит в больницы, детские сады и поликлиники. Только после идет жилфонд. Последние в очереди – административные здания. При этом столбик термометра должен держаться ниже 8 градусов минимум 5 суток. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруиск, 360. Безопасность в быту. ЖКХ совместно с Горгазом запустили пилотный проект. Теперь на подъездах многоэтажек будут появляться тематические рисунки. Уже преобразился 78-й дом на проспекте строителей. Место выбрано не случайно. Рядом несколько учреждений образования. Специалисты обращают внимание на правильную эксплуатацию газового оборудования. Мы уже будем работать и с МВД, мы обратимся и к МЧС. Это только у нас первый пробный такой пилотный. И жильцам, смотри, которые выходят, они говорят спасибо. Им очень нравятся яркие, красивые подъезды. Ну и вообще хочется обратиться к нашим жильцам Первомайского района, что здесь вкладывается и труд, и душа. Сберечь вот эту всю красоту. Внимание уделяют и малышам. В 78-м детском саду специалисты Горгаза устроили настоящий праздник. Игры, викторины и квесты. Акцент на безопасность в быту. Но стоит помнить, ответственность за детей лежит на родителях. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Акцент на безопасность в быту. Акцент на безопасность в быту.